Приветичи! Это зомби-эйсер и говорит это о том, что сегодня у нас будут поездатые приключения. В прошлой серии эти приключения закончились не ахти, сказать как. Если кто не видел, то обязательно посмотрите, там был эпик, там был подрыв самого себя, случайный подрыв. Я затащил кучу цистерн с топливом сюда, цистерн с топливом, да, канистр с топливом сюда, кинул гранату сюда. Ну, короче, что я рассказываю? Если ты не видел, то обязательно посмотри, там такой эпик был, там просто капец. Сегодня мы продолжим выкачивать топливо с этой заправочки, но прежде нам нужно поспать. Дрыхнем. В общем, будем качать с тобой топляк по полной и отбиваться от зомбарей. Я попытаюсь выкачать максимум. Если это не произойдет, то нас сожрут. Но я все-таки постараюсь выжить. Отлично. Еще чуть-чуть, сколько времени у нас? 5.48. Я даже не знаю, есть ли смысл спать. Ну, ладно, давай еще часик. Часик вздремнем и будет вообще четко. Дрыхнем. Сегодня я, наверное, сделаю ролик без монтажа также. Ну, то есть, под монтажом, что я подразумеваю, нарезки. То есть, нет такого, что я иду откуда-то куда-то, да, и вот этот промежуток времени я обычно вырезаю, чтобы... Ну, это нудно смотрится, что я иду просто путешествую, да. Поэтому я вырезаю, и ты уже видишь, как бы, конечно, вот я пошел, и вот я уже сразу пришел, допустим, к тому дому. Обычно в роликах у меня так. Но в этот раз, как и в прошлом видео про енота, я не буду ничего вырезать, и ты будешь видеть цельный ролик. Так, большинству это понравилось, но вот мы еще раз протестируем. К тому же, это зомби-эйсер. Любимая игра большинства. Что я хотел сделать? Я хотел взять бочки. Так, у меня все в рюкзаке забито. Хотел взять бочки, короче, с топливом. Ну, и по традиции запихать все... Нет, не туда. Я уже научен горьким опытом, когда я нафиг подорвался на всем этом деле. Считай, сидел на пороховой бочке. Просто искра, леспичка и подрыв. В принципе, что и произошло. Все, тут топлика больше нету. Пойду-ка я схожу. Пойду-ка я схожу. А, вон еще топливо вижу. Бочечка, миленькая моя, красотулечка. Ого. Я еще не все тут обыскал, оказывается. Вот это поворот. Бочулечка с топликом. С топликом топленком. Иди сюда. Ты тоже отправляешься. Прикол, что топливо кидаешь, ему вообще пофиг, да? Ну, как бы это не порох. Так, логично, да, что ему будет все равно. Но, по идее, в большинстве игр, если я бы кинул эту бочку, она бы нафиг разнесла меня. Она бы подорвалась возле моих ног, и мои ноги бы висели где-нибудь на фонаре. Вон там вот. Вместе с кедами. Ай, громко как. Как громко бочки кидаются. Короче, все. Все, бочки я оставлю здесь. Здесь. И сегодня у нас будет огромная пиротехника. Тут пусто. Все. Пойдем ставим пистолет заправочный в наш поезд. Ага, тут еще бочка есть. Нелогично как-то, зачем здесь эта бочка, когда я тут буду заправлять свой поезд. Да, кстати, в прошлой серии я забыл нажать вот на эту кнопку и пошел воевать с зомбарями. Но, благо, я сюда заскочил, заглянул. Короче, что, я опять спойлеру. Посмотри прошлую серию, если ты не видел. Идем, тащим бочку. Выкидываем ее подальше отсюда. Гранаты у меня остались. Благо, автосохранение сохранилось перед тем, как я запустил подачу электричества на заправку. Ну, я думаю, что все, в принципе, в принципе. Гранаты сюда. Дробаш сюда. Нет, подожди. Дробаш сюда. Лук сюда. Проверяю, все ли у меня заряжено. Тут все, огонь. Здесь перезарядить надо. Стрелы у меня заряжены. Гранаты, надеюсь, что рабочие. Так, ключик. Ключик, сейчас, подожди. Двери закрыты. Отпираем. Угу. О, точно, тут же бабочки. Забираем это все. Хотя, что-то не все. Патрики не взялись. Черт подери, как же и сложно, когда твой рюкзак полностью забит. Левел у меня, если ты не заметил, восьмой. Чуть-чуть осталось до девятого. Все спрашивают, почему ты качаешь выносливость? Почему? Зачем она тебе так в большом количестве? Качал бы сил, здоровье. Выносливость я качаю, потому что она влияет на вес, который я могу перетаскивать с собой. Ну и также на кувырки. На бег, на спринт, то есть и на кувырки. Вот, на эти кувырки. Кувырки нам нужны для того, чтобы уворачиваться от зомбарей. И это очень важно. Сюда я все это барахло скидываю, значит. Господи. Металл, дерево, бабочки. Потом в другое место надо будет скинуть. Все. Я думаю, что достаточно. Хотя, подожди, пледик, пледик. Вот ткань, в смысле ткани я еще не скинул. Пожрать же еще надо. Я голодный, капец. Пожрать, выпить. Бутылочку воды. Потом, конечно, консервированные фасоли. Слушай, я уже, по-моему, в туалет хожу консервами. Ну, в смысле, фасольками. Ну, потому что одна фасоль у меня в употреблении в этой игре. Еще можно рыбкой консервированной. Ну, консервы. Что взять? Все, я думаю, что я готов. Я готов. Двери закрываем. И активируем подачу электричества. Здесь все пусто. Патрики забираем для дробаша. Все. Есть. Сейчас помчат мои родненькие зомбари. Пойду включу подачу топлива. Топливо, топливо. Все, заправляемся. Мне нужно выкачать ровно 2000 топлива. И это будет прям очень хорошо. Мне этого хватит до конца этой игры. Которая еще, ну, концовка-то еще не придумана автором. Поэтому должно хватить. Ну, что. Смотрим. Где наши патрики зелененькие? Шреки. Я их Шреками называю. Вон идет. Интересно, попаду? Нет. Смотри-ка, попадаю. Вот это я меткий. Жалко, нету прицельного огня. Могу только стрелять вот так вот. Так, перезарядочка. Опа. Это что это упало? Только не говорите, что там кто-то ко мне уже пробирается, пока я тут стреляю. О, готов. Вон, еще один идет. Вниз прыгать неохота, но... Кстати, а если я на тачку упаду? О, еще одна бочка. Надо сделать вот так. Вот так. Так, на тачку отсюда упасть, было бы вообще хорошо. Меня бы зомбари тогда не достали. А если бы я застрял, то было бы вообще не круто. Вон, Машка бежит. Машуня, стой. Стой, нельзя тебе подходить. Капец, Машка что-то. О, я и руку отстрелил издалека. Вот это я снайпер. Там это. Пакля бежит, смотри. Да что такое-то? Такое ощущение, как будто... Не могу пронзить их тушку своими мощными патриками. Либо я косю. Очень сильно. Так, вон бочка стоит. А, они зигзагом идут. Ну ладно. Бочку я вижу. Давай, взрывайся. Есть. Надо было бочки раскидать по этому зигзагу. И было бы хорошо мне. А вот то, что я сделал снизу... Вот, загорелся. Это прям пороховая бочка опять. Если я кину туда гранату, то мне будет очень... Ой-ё, он сейчас может поджечь бочку. Нет, не подожгет. Хорошо. Так, может лук достать, а? Хотя нет, не буду. Я вижу, там Пакля бежит. Давай сделаем атаку. Давай. Есть, хорошо. Очень хорошо пошло. Машка, ну зачем ты это сделала? Мне теперь ничего не видно. Вообще ничего не видно. Пошел вон. О, с другой стороны поперли. Смотри-ка. Не попасть мне по почке. По почке. По бочке. Машуня вообще живая. Капец. Так, ладно. Сейчас будет жесткий подрыв. Я бегу отсюда. У-у-у-у-у-у-у-у. Ё-моё. Посмотрел бы я на это издалека. И тут все равно выжившие есть. Так. Машуня. Обожженный панк. У меня, если что, дробаш есть и гранатики. Так что не переживай. Левел ап. Круто. Так, Машка, для тебя сюрприз. Лови. Там еще вон Машка бежит. Машка сколько расплодилась. Блин, дробаш не берет их. Черт, она прям туда зашла. Это не круто. Кажется, она внутрь вообще вошла. А там двери разнесло от взрыва. Ага, нифига прикольно, как их черепухи. Дырявый. Да, вон Машка бежит. Машуня тебе. Она забежала и вниз побежала обратно. Че это, ты расстроилась что ли? Куда ты? Ну подожди, Машуня. Я тебя встретил бы хорошенечко. Интересно, сколько там заправилось? О, да, дверям хана. Черт, там пакля бежит. Надо перезарядиться. Не-не-не, не подходи ко мне. Не подходи ко мне. Вот так. Так-то лучше. О. Подорвем-ка его гранаткой. Вот гранатка. Я отбегаю. Как же она долго думает, а? Патрики. Мистер Пропер, веселей в доме, чище в два раза быстрей. Ты полезешь. Ой, размотал его. Еще одну гранату сейчас кину. Давай, кидай. Ой, далеко она улетела, по-моему, да? Куда? А, нет, нормально. Нормально пойдет. Попался. А, черт, нос зачесался. Подожди. Очень, очень сильно расчесался нос. К деньгам, однако. Демножечко подавился газком от машуни. А вы все, лезете, лезете, да? Что там, заправился у меня? Нет, этот мой драндулет-то? Поездатый. Есть, хорошо. Хорошо вышло. Все, пробираемся сейчас, короче, вниз. Так вот, еще надо. Патрики зарядить. Ну, я, по-моему, уже всех отстрелил. Уже никто не идет. Да? Бугаев нет, никого нет. Остатки просто добегают. А где большие пупсики? Большие пупсики и вы где? Все, походу. Ко мне больше никто не прибежит. Все расстроились, все опечалились. Сколько тут вообще тел валяется, ты посмотри. Ну, я думал, на самом деле, что прибежит, ну, хотя бы два бугая. Был всего один. Ну, получается, что я заправлюсь хотя. Хотя бы навсюда, на ноль. Отлично. Подожди, я не понял. Я не понял. А-а-а. Смотри-ка. Короче, когда я включил электричество, заблокировался проход к поезду. Ну, ладно. Пойдем отключать. А, или кнопку надо отжать. Сейчас, подожди. Я и так, и так проверю. Выключено. Включено. Ну, пусть будет включено. Вот это прикол. А раньше я не замечал, что тут сетка закрывает проход на поезд, когда ты активируешь электричество. Хо! Хитрецы. Все, отключил. Больше к нам не идет. А, еще же левел ап был. Конечно же, выносливость. Беззаговорочно. Да. Решетка убралась. Круто. Значит, пистолет оставляем. Двери открытыми оставляем. И все, поехали. Посмотрим, снесет ли у меня двери. К чертям. Заводим. Убираем. Тормоз. Ой, 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 ой. Референс, референс. Давай вперед. Какой референс? Залезаем на второй этаж. Смотрим на двери. По идее, их должно снести. Но. Пофиг вообще. А пистолет у нас вылетел с бака, поэтому. Йо-го, мы продолжаем наше путешествие. Е-е-е. Кмон, кмон, бэйби. Мы едем. Мы едем с тобой далеко. Покорять города зомбарями. Ну все, прощай, заправочка. Наконец-то мы осилили. Всех перебили. Очистили этот мир. Вот, небольшого количества зомбарей. И едем в город. Ай, можно, в принципе, сделать чуть поменьше скорость. Поменьше скорость, чтобы ничего не пропустить. Вот так вот будем ехать. А что по топливу? По топливу у нас... О, почти полный бак. Больше половины. Это очень круто. Тут у нас пластиночки. Мы закидываем еще. И бабки я брал. Да, 33 доллара у меня есть в кармане. Все остальное... Все остальное мы убираем сюда. В эти ящики. Че, подлечиться нужно? Подлечиться. Конечно же, таблами вкидываемся. Как же без табл? Бинтиками обвертываемся. Как мумия. Еще надо бинтиками. Плюс 10 к лечению. Значит, еще надо бинтиками. Наверное, все бинты ищутся за расходы. Есть аптечка на плюс 100. Но не хочу ее тратить. Оставим. И еще таблетками, наверное, вкинемся. Вот. Все. Так. У меня есть пустая канистра. Надо ее скинуть. Че, зачем нам этот балласт? У меня тут вон уже 6 канистр пустых. Будет 7. Есть лопата, ключик тоже скидываем. Он нам больше не нужен. Кстати, есть шоколадки. Есть шоколадки. Шока-шоколад. Наверное, я его съем. И еще водички выпью. Пить хочу. Четко. Че делаем? Нам нужно с тобой, нам нужно скинуть. Да, в принципе, нечего уже скидывать. Все скинуто. Будем сейчас мастерить. Мастерить чего? Молоток есть. Разводной ключ я бы смастерил. Для этого нужны 2 слитка. Сейчас попробуем это сделать. Нужен металл. Металл двадцатка. Переплавляем. Раз. И два. Все, сейчас будет 2 металла у нас. Смотри-ка, еще стеклянные бутылки можно делать. А они делаются у нас из стекла. Стекла у нас, кстати, навалом. Почему бы нам... Подожди, возьмем вон 16 стекла. Пока что нам его некуда израсходовать. Я понимаю, что мы его наверх бы... Наверху бы стекло поставили. Ну, в смысле окна. Но я хочу сделать бутылку. Для ваших нужд написано. Я даже боюсь представить, для каких именно. Подожди. Давай бутылку вот так вот сделаем. В инвентаре ее видно будет, нет? Не. А, подожди. Наверное, видно. Хотя нет, без бутылки стою все равно. Ого, у меня ботинки сломались. Броня еще половина. Так, бутылку, значит, убираем сюда. Слитки у нас есть. Два слитка есть. Разводной ключ, значит, делаем. Вот такой вот. Дальше. Железный камин. Что он там делает? Просто для красоты камин с уютом. Потрескивающий огнем. Пусть и с грубым дизайном. Ну, просто камин. Зачем? У меня там котел есть у поезда. Современный камин. Нефиг. Механизм электрической плиты. Картошку варить. Надо, я думаю, это сделать. А можно вот на этом камине картошку варить или нет? Кстати, нужны вот такие вот штуки, смотри. Где их брать? Я их могу делать? Ага, могу. Из слитков. Интересно, из одного слитка сколько получится вот таких вот палок металлевских? Так, ладно. Плиту, в принципе, я могу сделать, но не очень хочу. Швейная машина. Я же швейную машину хотел делать, да? В принципе. Давай посмотрим, что у меня там по шестеренкам. Одна шестеренка и куча двигателей. Не хватит. Тогда давай музло сделаем. Чего бы нет? Тоже шестеренки нужны. Да что ж такое-то? Хм. Ну, тогда трубу граммофона можно замутить. Забираем шестеренку. Подожди. Стекло надо скинуть. И делаем, значит, трубу граммофона. У нас же огромное количество с тобой пластинок. И надо бы их послушать, что на них. Все отлично. Труба граммофона у нас есть. Что еще я могу сделать для себя? Для себя, для себя, родненького. Электрическая печь. Вот такую вот я могу сделать. А! Чтобы ее сделать, нужна вот эта вот печь. Маленькая. Ну, то есть верхняя часть ее. Швейку не хочу. Это что? Стол фармацевта. Вот для чего бутылки-то нужны. Смотри. И автоматический деревянный граммофон. Угу. Ну, вот, в принципе, уже начинает складываться. Нам также еще нужен нужен большой деревянный ящик для растений. Деревянный ящик для овощей. Тут теперь ящики еще различаются. Для растений, для овощей. Ну, фармацевт. Понятно, что там нужны для растений. А нам для овощей, пожалуйста. Нам картошку посадить надо. Деревяшечек возьмем парочку штук. Ну, штучек пять давай. Отлично. И делаем... Ой, не туда. Делаем ящик для овощей. Делаем. Один готов. Еще немножечко древесины. Еще вот одна. Одна. Тридцатку. Куда? Тридцатку много будет? Одна. И делаем еще один ящик для овощей. Значит, поскольку овощи обычно растут на природе, вот это у меня будет открытая территория для выращивания растений и овощей. Кстати, можно сделать какую-нибудь, знаешь, такую? Во! Можно сделать вот такую вот штуку. Поставить везде ее, да? А, она хотя с одной стороны только ставится. То есть в конце и в начале по бокам нельзя поставить. Ммм. А если вот это? Во! Вот эти можно. Ну, не знаю даже. Короче, пиши в комментариях, стоит ли обустраивать вот этот вагон для овощей и фармацевтики. В общем, ладно. Ставим сюда два ящика и сажаем вот это вот, пожалуйста, уберите. О! И сажаем тут картофан. Раз ящик и два ящика. Как по-быстренькому-то с новым-то молотком все строится. Четко. Пойдем картофан возьмем. Нам же еще нужна вода, по-моему, чтобы поливать картофан. Вот картошечка у нас. Откнем сюда. Ну, посадим сейчас. Отлично. И водичка. Поливать надо? Нет? Скажите мне, добрые люди. Я забыл уже. Нужно поливать, не нужно? Нет, вроде поливать не нужно. Это я выпил. Ну и хорошо, что поливать не надо. Все. Бежим разгоняться. Потому что больше я уже сделать не могу. Ничего. Нужны материалы. Скорость полную. Потопляку все хорошо. Поднимемся на второй этаж, посмотрим, что там, как там. Еее. Я надеюсь, что мы ничего не пропустили, ничего дельно не проехали. Хотя, вероятность такая могла бы быть. Ну вот, мы в новой локации. Я, правда, не помню, что это за локация. Развилочка. А, это мы в город приехали. Мы в город приехали. Подожди, надо тормознуть. Тормознуть. Стой. Стой, 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 стой. Развилочка. Ага. Это, получается, мы в город уже приехали. Я пропустил там небольшой ларек-марек, но там, в принципе, ничего дельного-то и не было. Не страшно. Ладно, поехали дальше. Едем. Let's go. Едем дальше. Слушай, со второго этажа наблюдать очень удобно. Единственное, то, что если нужно затормозить, то нужно спускаться вниз и далеко бежать, короче. Хотя можно тут вот спрыгнуть. Ну-ка. О, да, вот так вот и все. И все. А я все оббегал, тупил. Короче, мы подъезжаем к огромному городу. Здесь будет огромное количество тачек. Это говорит о чем? О том, что мы найдем здесь огромное количество шестеренок. А это нам пригодится для того, чтобы сделать шматье. Шматье, соответственно, мы будем сшить. Шестеренки нам нужны для швейной машинки. Как я загнул, да? Ну, ничего. Надеюсь, ты понял. Ничего. Сколько времени у нас? 15-12. Ну вот, мы как раз подъедем к городу и уже можно будет дрыхнуть. А ты пока пиши в комментариях, как тебе нравятся такие долительные ролики, когда я ничего не вырезаю и ты видишь весь процесс игры. Когда я хожу, жду, думаю, размышляю, болтая с тобой. Может, тебе не очень интересно и ты хотел бы, чтобы я вернул старый формат. Ну, как бы, я еще экспериментирую, если что, ты не переживай. Все, мы подъезжаем к городу. Вот он городок. Сейчас мы тут затормозим. дружище к большому складу нашей группы. Возможно, мы будем в состоянии защитить базу и я найду там убежище. Дружище, ты там ничего не найдешь. Спойлер. Хо. Проверяем все тачки. в надежде на то, что мы найдем здесь шестереночки. Очень бы это хотелось бы. Что тут? Ну, в смысле, тут нельзя посмотреть? Ну и ладно. О, есть шестерня. Я переполнен. Пойдем топляк сольем. Место освободим. Одна канистра это очень много. Ой, я тут горлышко забыл закрыть. Одна целая канистра весит 10 килограмм. Это очень много. Сейчас ее сольем по-быстренькому. Вот и все. Давай, тут еще тачки проверим заодно, пока тут шаримся. Тут можно как-то? О, можно, можно было в багажник заглянуть. Где-то что-то я вот, где-то что-то. Блин. Там можно было, ну че? Только что же вот. Ладно, с другой стороны. М-м. Во! Парился. Пусто все равно. Ничегошеньки здесь нет. Двигатель это очень хорошо. Еще бензик. Двигатель. А, не взял его, потому что опять надо сливать топляк. Да что ты будешь делать? Надо было выгрузить побольше. Побольше. ненужного всякого там со своих карманов, рюкзаков. Все. В смысле, я загружен. Я же вылил топляк. У меня как бы что за бред? Давай поднимемся, короче, и выкинем все ненужное. Я не знаю, честно, зачем я собираю использованные, пустые канистры. Я просто собиратель. Вдруг пригодится где-нибудь. Вдруг в будущем разработчик придумает, что делать с этими канистрами. Что мы здесь имеем? Картофан, значит, скидываем, потому что много весит. О, конечно же, металл. Нужно его скинуть, тоже много весит. Металл, двигатель. Ну, и... Лопата, не знаю, нам пригодится, нет? Будет ли еще песчаные пляжи где-нибудь? Что у нас там? 20 килограмм у меня в рюкзаке, этого достаточно, чтобы обсарить. Обсаримся с тобой все матаски, матаски. Так, здесь ничего. Ну, вроде тут все получается. Давай с этой стороны пошарим всем. Я тут смотрел, смотр... Ага, смотрел. Вот тут вот еще что-то есть, есть шестереночки. Ага. Ну, вроде бы все. Сейчас еще гляну вон ту перевернутую тачку. И можно уже будет что-то дозделать. Что я там хотел? Проигрыватель? Ну, вот будет несчастье, будет проигрыватель. Да, конечно, неудобно сделали, что подъем только у поезда есть. Раньше подъем был у любого вагона, но что-то это не сделали. Может быть, конечно, в строительстве это где-то есть. Что-то я сомневаюсь. Вот, кстати, второй этаж я хочу сделать из стекла полностью. Вот такой вот. это будет классно. Пойдем сейчас примерим второй этаж и займемся граммофоном. Второй этаж. Прикинь, спать под открытым небом это очень красиво. Понятно. Он сейчас не поставится, потому что у нас нету стен. Ну, допустим, стены у нас будут вот такие вот. Хочу пространство. Что еще там по стенам есть у нас? Мне надо вот здесь вот что-то такое, может, пустое оставить вместо пространства вот это вот. Ничего не застраивать, чтобы я мог отсюда просто спрыгивать вниз и все. Так, вот у нас две перегородки, допустим, есть. Могу я поставить? Нет, не могу я туда поставить вот эти стекла. Странно. Куда же их можно воткнуть? Ну, видимо, видимо, их все-таки можно на крышу. Просто нужна основа. Ладно. Вот это вот что такое у нас? О, это фонарь. Причем он ставится? Где фонарь-то я поставил? Вот здесь, с этой стороны вставится. А, и по бокам, смотри, можно поставить фонарь и будет освещать. Кстати, прикольно, смотри, я как бы его примеряю и он уже светит. Это очень классно. Забавно. Что еще мы можем поставить? Труба. На кой черт нам труба? А, это для каминов? Да, понял, это для каминов. есть еще у нас вот такие вот выходы на потолок. Тоже сейчас не разместить, к сожалению. А может быть потолок мы сможем сделать, если сделаем потолок, собственно, вот. Потолок, допустим, и там у нас будет... Вот эти стекла нужны вот для этой крыши. Все, я понял. Вот крыша, допустим, и вот стекла к ней. Вот и все. То есть, вот как этот купол выглядит. А вот это что за досочка? Куда такая досочка нужна? Куда ее пришпандорить можно? Непонятно пока. Пойдем вниз. Тоже там никуда не пришпандорить. Можно сетки поставить. Только не ясно, куда они ставятся. Тоже, видимо, нужно какое-то обрамление. А вот это второй свет называется. Классная тоже штука. Либо это может быть вылазка на крышу. Не знаю. Чуть позже порешаем, что это такое. Ладно. Хорош. Пойдем врубим свет, сделаем граммофон. Где у нас свет-то включается? Свет. Спасибо. Вот, кстати, второй свет. Вот он где. Это же лампочка, по-моему, похоже на лампочку, разместить. Лампочка нет, как думаешь? Так. Нужно одно дерево, один металл, стекло и electric parts. Electric parts это что у нас? Генератор? Electric parts. Да, по-моему, это генератор. Ладно. Давай попробую сделать эту штуку. Разместить. Неподходящий инструмент. Сейчас возьмем разводной ключ. Не хочет делать, потому что не все собрано еще. Что там нужно-то было для него? Дерево, глэс и металл. Металл, глэс, металл. Пожалуйста, глэс, пожалуйста, дерево одно и, пожалуйста, металл. Тоже одно. Все должно хватить. Давай, делайся. Может, молоток? Может быть, вот этот дрянной не подходит? Нужен такой? Странно. Я же все достал. Давай еще раз проверим. Дерево есть, металл есть, стекло есть и электрикал партс. Может, это микросхема, наверное? Микросхема. Сейчас, подожди. Электрикал партс. Может, это микросхема? Ну-ка. О, точно, это микросхема была. И что? И для чего это? Я думал, это может быть свет какой-то или что? Не. Фигня какая-то. зачем я ее сделал? Пойдем поднимемся на второй этаж. Хотя, что-то я замешкался, замешкался. Но на втором этаже навряд ли что-то будет. Но это видно прям, что как лампочка какая-то. Угу. Ну, не знаю. На какой черт она? Может, это генератор? Типа солнечная батарейка? Но зачем? Хорошо. У нас есть с тобой для граммофона подожди. Почему у меня один? Я же два подбирал где-то. У меня же два было. Две шестеренки было. Что за дичь? Тьфу ты, блин. Ладно, пойдем спать короче тогда. На что-то потратил. Механическая деталь. Причем микросхема осталась. Это не электрическая какая-то фигулина. Все, спать короче. Хорош уже думкать. Спим 12 часов. Блин, прикинь, просыпаюсь и вспомнил, что свет забыл вырубить. Вдруг бы приманил зомбарей. Свет горит. Эх, чуть-чундра. Ну все, поехали дальше. Едем в город прямиком туда. В пекло. Летч гоу. Радио у нас так и шуршит. никто не отвечает. По топливу все нормально. А вон и городок. Ого. Подожди, 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 подожди. Давай назад. Назад, 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 назад. Назад. Я хочу стрелку переключить и заехать в другое депо. Если получится, там оно, конечно, заставлено чем-то. Но мы попробуем. Стрелка есть, и значит, можно что-то там намудрить. Так, значит, выключаем, тормозим, спрыгиваем и переключаем стрелочку. Интересно, на какую мы поедем? Здесь еще одна стрелка. Так, а, вот эта стрелка развилка здесь, мы поедем сюда. Сюда, вроде как. А, ну да, все получается. мы едем в дальнее депо. Ну и все. Пошли проверим. Кстати, помнишь, мы... Ладно, не буду спойлерить. Просто я к тому, что можно было ручку отсюда оторвать и все, и не париться. Это для тех, кто знает продолжение и знает, о чем я говорю. Все, поехали дальше. Сейчас мы должны... Ой! Реверс забыл вырубить. Давай вперед. только вперед и не шагу назад. Сейчас должны повернуть, сейчас должны повернуть, повернуть направо, 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 направо. А, направо-то мы повернем, но там вон завалено все. Ну и ладно. Ну и ладно. Пусть будет завалено. Так, тормозим. Тормозим. Выключаем. И все, и будем... А, ближе надо подъехать. Ворота не открываются так. Ладно, давай поближе подъедем. Забавим просто скорость. Ворота, открывайтесь, давайте. Открывайтесь, говорю. О, открылись ворота, все, мы заезжаем. Господи, как это громко я так сдрогнул. Ну что ж, ладно, подорвались, так подорвались. Как говорится, в прошлом видосе на подрыве закончили, ну и в этом тоже на подрыве, хотя это не совсем подрыв, это просто ДТП. В общем, если тебе понравилось, то не забывай ставить свой лук под этим видосиком, если тебе нравится также скреп механик, хотел сказать, зомби эйсер, и не забудь подписаться, если ты еще не подписан. Это тоже очень важно, чтобы не пропустить следующих крутых видосов. Ну а я с тобой прощаюсь, пока. Увидимся в следующем ролике. Субтитры сделал DimaTorzok